Вторая часть лекции будет про потоки. На самом деле, довольно сложная тема. У нас будет как минимум две лекции по поводу этого. Сейчас будет маленькое введение. Отметьтесь на портале. Все такое. Выкачивайте теперь ветку лекция 10. Теперь веточка лекция 10. Значит, план будет такой. Вообще, почему мы про это говорим? Потому что у нас сервер игры будет многопоточный. Если вы просто будете писать многопоточное приложение так, как будто бы оно однопоточное, то у вас все будет сломано. Вот сегодня мы с вами повесняем, почему будет сломано, а в следующий раз что с этим делать. Примерно такой будет план. Ладно, сначала быстро повторим базовые факты про потоки и процессы. Посмотрим, где у нас там многопоточность, почему это для нас важно. Поговорим про конкуренции, про то, как с этим работать в Java. И если у нас будет время, поговорим про синхронизацию. Это самый базовый такой простой механизм работы с многопоточностью. Так, ну так быстренько. Параллелизм, как у нас бывает? Параллелизм бывает на уровне машин, на уровне потоков, процессов. Мы будем сегодня говорить про поточный. У нас много потоков в одном процессе. Чем отличаются потоки и процессы? Чем отличаются потоки и процессы? У потоков одна область памяти. Ну да, у потоков потоки шарят одну область памяти, у процессов каждая своя. Картинка, которая все это поясняет. И дальше вспоминаем, что у нас в работе потоков и процессов участвует операционная система. Что это значит? Что мы когда запустили поток, то операционная система, его может сама останавливать, сама переключать эти потоки. Ну то есть это некая внешняя система, которая управляет тем, как наша программа работает. Это важно. Можно я небольшой вопрос? Да. Говорится, что порк — это единственный порт в создании процесса? Нет. Так говорится, что ли? Что он единственный? Он известный написан. Ладно. И чего? А как вот, если мы, допустим, берем и запускаем через командную строку какой-то подфайл, как внутри это создается на поток? Ну вот, конечно, сложный вопрос, но суть-то в чем? Ты запускаешь программу как, например? Через консоль, например, правильно? Получается, что у тебя есть какая-то программа, которая называется bash, скорее всего, или там shell, внутри которой она читает какой-то текст, да? Это текст, там, не знаю, точка слэш название твоей программы. Она там что-то делает, что-то делает, а потом использует, собственно, какие-то библиотеки, в которых определен вот этот вот метод. Форк. Вот и все. Понятно, да? Так, ну так, просто базовые факты про то, какой у нас интерфейс в Java для работы с потоками. У нас есть интерфейс runnable, у нас есть класс thread. Создавать так. Помните, как смотреть все потоки? Вот так. Например, да? С помощью программы jcmd. Я вам ее показывал или нет в тот раз? Ладно, тогда не будем на этом останавливаться. Ладно. Новая большая картинка. Значит, она довольно важная, но если подумать, она довольно простая. Смотрите. Вот вам Сережа уже говорил, что у нас будет один геомеханический поток, да? Ладно, вообще, какие у нас будут потоки в нашем сервере? Вот, видите, сверху написано. Main. Это главный поток. Понятно, что у нас будет какой-то главный поток, который нам Spring запустит, да? Ладно, у нас еще будут какие-то потоки, которые обрабатывают подключение, да, по вид сокетам. Сережа вам говорю, что у нас будет какой-то, не знаю, thread pool, в котором есть какое-то количество потоков, которые их обрабатывают, да? Вам про это думать, в принципе, не надо. Но это будут отдельные потоки, разные потоки. И еще у нас должен быть поток для каждой игры. Будем называть его поток игровой механики. Здесь он или он, вот здесь. Важно, что у вас будет один поток на каждую игру, и он будет один. Собственно, из этой схемы что нужно понять? Вот у вас есть какой-то интерфейс для создания игры, да? То есть, там, не знаю, game service у вас есть такая штука. У него есть метод create, правильно? Вот там написано, что будет при создании новой игры, create a new game. Вы должны будете создать там поток. Называйте его так, чтобы было понятно, что это геомеханический поток, чтобы потом смотреть за ним. И логику игровую, собственно, то есть, вот этот вот игровой цикл, вам нужно будет выполнить в нем. Понятно, как это делается? Примерно, да? Ну, смотри, у вас у тебя будет какой-то метод, которым будет реализована как бы вся игровая механика, да? Он будет выглядеть что-нибудь типа, ну, то есть, это будет какой-нибудь наследник от Runable, правильно? Потому что мы хотим его запустить в отдельном потоке. Это во-первых. Во-вторых, там будет какой-нибудь метод типа game loop, правильно? Кто-то не понимает, что здесь происходит. Ну, то есть, еще раз, смотрите, ваша задача, вот из этой картинки что надо понять? Что, когда вы будете создавать игру, когда будет вызываться метод, там, game-service.create, в нем будет создаваться новый поток, и в этом потоке будет выполняться весь ваш код игровой механики, да? Ладно, вот весь ваш код игровой механики, он в каком-то классе, правильно написан? Там, например, класс называется game-mechanics. Окей. Если вы хотите запустить его в новом потоке, как это сделать? Да, получается, что game-mechanics должен быть Runable, правильно? Ты можешь использовать стандартные IP Java для этого, ничего в этом страшного нет. Нет, ну, как бы в тот момент, когда запускается мейн-приложение, например, какие-то еще и не стоят, как это будет. Вот, смотри. Я ж тут спрашивал, понятно, как запускать? Вот. Нет, правда, ничего сложнее, чем это, нет. Ну, ладно, хорошо, но по-другому, где эта строчка должна наклеить? Вот. В контроллере? Да. Все правильно, в контроллере можно это сделать, нормально. Прямо в контроллере? Да, прямо в контроллере, если это будет, это будет нормально. А как если бить, что один, как это? Как вообще запустить этот датик контроллера? Ну, вот смотри, сейчас так представим, да, что у нас есть какой-то контроллер. Да. Все, у тебя там есть метод, который обрабатывает запрос на create, например. Внутри этого… Нет, нет, я понимаю, я хочу один тест просто допустить с мейн, и все. Прямо при старте приложения. Вот так вот. Что такое рано было, знаешь? Да, рано. Я-то не знаю. Можно в мейне опять мейн. Ну, смысл, если ты хочешь… Написали на всякий руковод, и ничего не добавляй. Принкбучи не добавляйте в мейн, потому что если выкатывать этот продакшн, то он удаляет остальные эксклюзивы в мейне. Ну, в спрингбуте и не надо в мейне писать. Ты не будешь это делать. Ты будешь в контроллере писать. А вот если никто контроллеру не обращает, значит, никто игру не будет создавать. Вот и все. В тот момент, когда ты должен бы сказать, типа, newgame.start, ты просто это будешь делать в новом потоке. Вот и все. Ты просто сначала сделаешь вот это вот, а вот в методе runable, вернее, в методе run. Я понимаю, да. Просто с матчмейкером мы сделали, непонятно, где станция этого глобального треда, который опрашивает очередь и вытаскивает с нее открытый сейс. Ну, если у вас там… Да, с матчмейкером там другая история. Там, наверное, в той реализации, которую мы вам дали, было из мейна запущено, да? Из мейна? Ну, на спрингбути, и там было… Где он был запущен? Там. В мейне. Вот. Если ты не хочешь в мейне, что это правда, не надо в мейне это делать. То ты можешь запустить в постконстракте какого-нибудь сервиса. Понял теперь? Знаешь, что такое постконстракт? Или нет? Ну, то есть… Из названия, понятно. Нет. Просто, как сказать, вот у тебя есть какой-то… Это спрингбуд-приложение, там есть какой-то сервис, правильно? Да. Скажем, он синглтон. Мы будем про протокол сейчас говорить. И ты хочешь запустить thread после того, как он создался. Вот мы вот так хотели бы сделать. Ты просто сделаешь какой-то метод, в котором ты этот… всю логику, которую тебе нужно сделать, например, создашь thread, да? Поименьшу аннотацию постконстракт. Все. Теперь понятно, да? Кто еще что-то не понял? Ладно. По этой картинке. Какие у вас есть вопросы? Вот она выглядит страшно, на самом деле там ничего страшного нет. Конечно. При создании мы, соответственно, должны, ну, группировать какую-то уже группу игроков, то есть сокета, и запихнуть ее в этот game mechanics создатель логи игры, да? То есть уже вот созданную логи в образе. Ну, да. Ну, то есть, ладно, про state мы сейчас еще поговорим. То есть ты говоришь про то, как создавать state. Все. А кто выполняет вот там главным main? Про main думать не надо, там выполняется спринговая магия. А, да. Да. То есть поток, который тебя интересует сейчас, это гейммеханический поток. Ты его сам руками создавший скажешь, что ему там выполняется. Все остальные потоки будут за тебя созданы. Тебе думать про них, в принципе, не надо. Так. Про state мы, наверное, позже поговорим, но так давайте сразу… Во-первых, кто понимает, что я говорю, когда… Что я имею в виду, когда говорю state? Что… Какой state? Состояние. Да. Вот в нашей игре какое будет состояние? Какое будет state? Положение всех объектов. Ну, короче, да. Есть у нас какой-то там, скажем, гейммеханический state, да? Например, там, положение всех игроков или там поле, да? Поле – это же набор объектов. Это тоже state. Вот на этой картинке он обозначается как game session. То есть что подразумевается под этим? Что у вас будет какой-то объект, который представляет собой игру. Так как у вас сервер поддерживает много игр, то у вас таких будет много на самом деле, да? И, собственно, в этом объекте будет храниться что? Ну, там, поле. Потом, положение всех игроков. Ну, список игроков, да, с координатами. Что еще? Ну, там, бонусы, бомбы. Все вот это. Там будет храниться. Ну, это еще не весь state. Есть еще state input queue. Да? Что такое input queue? Сережа вам показывал сейчас, что подразумевается. Ну, да, это команды, которые к нам пришли от клиента, но они еще не обработаны. Это как бы вторая часть state. Ну, и третья часть state, которая здесь не нарисована, но, в принципе, она на самом деле должна быть включена в game session. Это connection pool, да? Тоже на предыдущей картинке от сервера уже она была. Ну, то есть все игроки, которые подключены к игре. То есть некая единица state тоже. Это понятно, да? Что подразумевается под state. Вот. И что важно еще из этой картинки понять, это то, что вот вы запустили вот этот поток, который называли game mechanic, и у вас будет какой-то state, который для этой игры. State этой игры. Так вот только геомеханический поток будет работать со state этой игры. Такое правило. Если вы этого не сделаете, то у вас будет гигантское количество проблем и просто эти проблемы будут сложно уловимы и сложно чинимы. Короче, не делайте так. Вот почему так делать не надо, мы сейчас с вами и поговорим. Да. Вот вы говорите, что она в game state уходит и как-то от connection pool. А почему для game-механики это не единственная вещь, которая может преодействовать с connection pool? Нет. Да, я сказал не совсем верно. Вот вся часть game-механики, которая кроме connection pool, к ней нужно обращаться только из game-механики. Понятно, что connection pool, как минимум ты будешь в connection pool класть, да, из потоков в веб-сокетах. Вот да, все кроме этого. Ладно, мы потом еще к этой картинке вернемся в конце. Так, теперь чуть более формально будем говорить. Во-первых, как, вот у нас есть два потока, да, скажем, вернее, у нас в приложении много потоков. Как они будут взаимодействовать? Как потоки взаимодействуют в Java? Ну, тут написано, конечно, да. Я всегда такие вопросы задаю, на самом деле, всегда ответы есть. Через, ну, переменные, правильно? То есть через state, на самом деле. Вот у вас есть игровое состояние, есть, там, не знаю, поток, есть connection handler, да, скажем, connection pool. Есть поток, который обрабатывает включение от одного игрока, есть тот, который от другого игрока. Ну, они оба пишут в connection pool, правильно? Таким образом они общаются. Это понятно, да? Ну, и, собственно, когда у нас идет игра, то получается, что разные игроки общаются через game session, да, через этот самый state. Понятно, да? Здесь просто перечислен опять наш game state. Теперь поговорим про concurrency, чуть более формально. Когда два потока или n потоков общаются через какую-нибудь переменную, эту переменную называют shared mutable state, shared mutable state. Почему именно так? Во-первых, это state, это понятно, да, перемены — это state, мы просто так называем их. Во-вторых, она shared в том смысле, что несколько потоков к ней одновременно обращаются, да? Mutable, потому что через ней mutable state нельзя общаться. Понятно, да? Если переменную нельзя изменить, то другой поток не увидит этого. Вот скажем, у вас в программе есть какая-нибудь переменная. И вот скажем, она final, да? Какой-нибудь final int. Это будет shared mutable state? Нет. Потому что это финальная переменная. Понятно, да? Ладно. То есть, когда несколько потоков общаются через shared mutable state, это называется concurrency. То есть это в отличие от параллелизма, где потоки могут в принципе не общаться, просто выполнять работу параллельно, здесь они общаются. Так, это мы пропустим. Навсервер содержит shared mutable state, это логично. Он concurrent. Значит, что здесь сложного? Казалось бы, ну понятно, что потоки общаются, все переменные, но на самом деле все это приводит к очень страшным последствиям, если не делать дополнительных действий. Собственно, давайте посмотрим, например, что бывает. В лекции 10 у нас есть пример, который называется billing. Давайте быстренько посмотрим, что это такое. Это очень простое приложение. Spring Boot приложение, в котором есть всего несколько методов, несколько ресурсных методов. То есть оно позволяет посылать деньги от одного пользователя к другому. Короче говоря, там есть карта, в которой у пользователя есть деньги. Вот и все. Давайте его поднимем. Так, это я не то что-то запустил. Так. Поднялась. Там есть такие урлы. Первый. Вот такой вот. Стап. Посмотреть. какие у нас там есть пользователи и сколько у них денег. Ладно. По умолчанию там, конечно, никого нет. Давайте создадим пользователей. Дадим им деньги. Создадим двоих пользователей. Один Саша, другой Сережа. Все, там два пользователя по 10 тысяч рублей у каждого. Да? Значит, если мы посмотрим сейчас в код нашего сервера и посмотрим, как все это хранится, то все это хранится в обычной карте. Да? Вы, наверное, уже знаете, что все пойдет не так. Посмотрим, что может пойти не так. Значит, можно перечислять деньги вот с помощью такого урла. Все это есть в презентации. Так. Да, потому что нас зовут с маленьких букв. Деньги перевелись. Понятно, что в простом случае деньги не потеряются, ничего страшного не произойдет. Но я для вас подготовил такой примерчик, где все это будет присоединиться очень быстро. Собственно, симулировал я это с помощью программы Gmeter. Это очень интересный поворот. Так. Попробую на восьмерке запустить. Стандартный приемчик. О, все сработало. Ладно. У меня уже просто заранее подготовлена такая джаба. Ну, такая конфигурация Gmeter, которая просто сделает много запросов. На самом деле, это инструмент, который позволяет производить, например, перформанс-тестирование сервиса. Сейчас будет сделано 1000 запросов. Нет, на самом деле, будет сделано 10 тысяч запросов. 10 тысяч раз мы пошлем по одному рублю. Ладно. Эта работа уже сделана, на самом деле. И давайте посмотрим, что в итоге стало. Как вы видите, мы пытались послать 10 тысяч раз по одному рублю, но в итоге мы послали… Короче, куда-то деньги пропали, на самом деле. И я даже не уверен, что общая сумма сохранилась, на самом деле. Давайте почитаем. Так, не то. Да, мы даже получили лишних рублей, оказывается. Я думаю, мы их потеряем, а мы их нашли новые. Ладно. В чем суть примера? Потому что, если вы просто возьмете и напишете вот наивным образом какое-то многопоточное приложение, то оно даже вот на таком простом тесте… Это не валидный тест многопоточной программы. Это я просто вам показал, что даже если мы сделаем такой простенькой программкой много запросов, то у вас произойдет что-то очень странное. Собственно, сейчас мы разберемся, почему такое происходит. Если сказать так очень общими словами, то потому что в многопоточных системах без дополнительной синхронизации, то есть без дополнительных действий будут более слабые гарантии, чем в однопоточной системе. Что за гарантии, так сейчас посмотрим. Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв, минуту на три. Я проверю, что все работает, и после этого перейдем к следующей части. Так вот, напомню, мы в предыдущем примере посмотрели, мы потеряли деньги. Почему? Потому что мы на самом деле используя не только безопасную коллекцию, не сделали никаких дополнительных действий. Почему нам их приходится делать? Потому что на самом деле в многопоточных средах есть набор проблем, которые в однопоточных средах не возникают. Какие? Первое – это race condition. Что такое race condition? Кто понимает? Что такое race condition? Что такое race condition? Что это значит? Ну, когда разные попытки пытаются полгать, но к разделяющему риску. Нет, это data race, это другое. Ну, это тоже… это следующая проблема. Вот. Две разных вещи на самом деле просто. Часто путают. Есть race condition, есть data race. Да, все верно. Это, в принципе, хорошее объяснение. То есть, когда у нас поведение программы зависит от каких-то внешних факторов. Ну, например, от того, в каком порядке операционная система запустила наши потоки. Ну, сейчас будет как раз пример. Он будет самый простейший пример на data race, чтобы просто идею показать. Вот у нас есть random run example. Тут просто запускаются несколько потоков, которые выводят свое имя. Это не в таком цикле выводится. То есть, на вопрос, в каком порядке будут выведены сообщения. Там у первого потока, который создался, будет что-нибудь типа thread1 имя. У второго будет thread2. Вот ответ. Они будут выведены в каком-то порядке. Видите? 0, 2, 1, 4. То есть, порядок выполнения вот этих действий, вот этот. То есть, значит, порядок старта потоков, даже он как бы не соблюдается. Хотя, казалось бы, почему? Да, ведь? Да, почему только нулевой создавал так. Точнее, вот третий он создавал так долго, что за это время он хотел создать. Ну, можно сказать и так. То есть, на самом деле, нужно только сказать, формальное объяснение будет, потому что нет такой гарантии просто. Вот тут как раз самый важный момент, что когда вы пишете однопоточные программы, вы отлично понимаете, как они себя ведут. Для многоточных программ это неправда. Вам нужно учитывать много разных факторов. Первое – это то, что поведение вашей программы может зависеть от поведения операционной системы. То есть, на самом деле, понятно, что любая многоточная программа будет зависеть от поведения операционной системы. И иногда это нормально. Просто вы должны детектить такие ситуации, когда это ненормально. Так. Ну, ладно, к этому дальше вернемся. Второе. DataRace – то, что ты говорил. Когда у нас есть несколько потоков, это чуть более сложная для понимания ситуация. Когда у нас есть несколько потоков, один из них пишет в переменную. Хотя бы один из них пишет в переменную. Вот. Это вся ситуация. Если вы не предпримите каких-то дополнительных действий, то у вас нет никаких гарантий, что другие потоки это прочитают. Пример. Так, какой там пример-то? DataRaces. Нет, давайте попроще. Есть VolatileExample. Тут прямо в названии написано, что нужно сделать, чтобы его починить. Но… Смотрите, пример такой. У нас запускается два потока. Вот этот запускается первый поток, вот этот запускается второй поток. Все, что делает первый, он увеличивает counter. Он просто что-то, короче, делает в цикле. До тех пор, пока некоторая переменная, вот этот SharedMutableState, да, тот самый, пока она true. Как только она станет false, он перестанет выполнять свой код и завершится. Понятно, да? Ну и там напишут, что я завершился. Ладно, теперь второй поток. Он просто спит 100 миллисекунд и завершается. А потом… Вернее, перед завершением он выставляет переменную false. Понятно, да? Собственно, давайте несколько вопросов. Что будет написано… Давайте так сделаем, смотрите. Сначала простой вопрос. Что будет написано первым? Thread1 started или Thread2 started? Непонятно. Да, непонятно что, потому что ну это гонка. Второй вопрос. Завершится ли эта программа вообще? Давайте проверим. Нет. Тут нет никакой проблемы с гонкой с DataRace, вернее, с RaceCondition здесь нет проблем на самом деле. Но есть проблема с DataRace. Слушайте, я запустил эту программу и она не завершилась. 100 миллисекунд, очевидно, уже прошло. Она не завершилась. А произошло следующее. Почему она не завершилась? Потому что вот этот поток, он все еще не вышел из этого цикла. Он все еще считает, что Counter равен true. Что произошло на самом деле? Этот поток действительно выполнился, и он действительно поставил переменную running false. Правда, другой поток это не увидел. Потому что это не гарантируется. Нет такой гарантии. Просто спецификация языка Java написана. Нет такой гарантии. Вот все. Давай посмотрим. Ну, ответ нет. Ничего не изменится. Да, лечится через Volatile. Ну да, сразу забегая вперед, скажу, что если вы здесь напишите... Volatile boolean, то все сработает. Ну, про это мы еще будем говорить в следующей лекции. Но суть-то как раз в том, что если я напишу здесь Volatile, то такая гарантия будет. То есть, что я вам хочу показать, это то, что если вы будете просто писать код многопоточный, и не использовать знания того, как писать его правильно, то у вас чуть не сегодня не будет работать в простейшей ситуации. Так, дальше. Так, дальше. Да, и такое тоже могло быть. Потому что в многопоточной системе, но если нет гарантии, это не значит, что так не будет. Значит, что это может быть, а может не быть. Да, это случайность. Ну, сейчас я быстренько объясню, почему такое бывает. Но, как бы, если мы не написали там Volatile, то нам надеяться не на что. Мы не можем там на что-то полагаться. Просто это неправильно с точки зрения... Наша семантика неправильно описана. Мы хотели одно, а сделали другое. Вот. Ну, ладно. И, собственно, какие еще проблемы в многопоточных средах? Ну, чтобы написать многопоточную программу правильно, можно использовать там такие базовые примитивы многопоточностей, как локи. Да? Что значит локи? Зачем нужны локи? Ладно, мы про это еще будем говорить. Ну, просто даже используя их, вы можете их использовать неправильно. Ваша программа, например, может остановиться. Ну, будет дедлог. Или она может что-то делать, но при этом не производить полезные работы. Это будет дедлог. То есть, на самом деле, проблем много. Ну, еще одна проблема — это то, что если мы написали многопоточную программу, то, скорее всего, не значит, что она работает быстрее, чем однопоточная. Нам нужно специально прилагать усилия или использовать, там, не знаю, массивно параллельную систему, например, там, не знаю, машину, на которой миллион ядер, и иметь хорошо написанную программу для этого, чтобы она работала быстро. То есть, не то чтобы этого не будет, но не факт, что это будет. Возможно, у нас будут проблемы с производительностью. И как их решать — это вообще отдельная тема. И вот есть человек, который известен тем, что он решает такие проблемы, как минимум знает как. Так, теперь просто быстренько так объясним, почему такие проблемы возникают. И это есть причины, конечно. Ну, во-первых, я вот вам говорю, что нет гарантий таких, да? Где эти гарантии описаны? Есть просто такой документ, который является частью спецификации языка Java, который называется Java Memory Model. Вернее, он называется глава 17, Threads and Locks. Но все говорят, что это Java Memory Model. И в ней определены гарантии. В ней определены гарантии по поводу трех вещей. Атомарности операций, видимости действия операций, видимости экшенов. И порядка выполнения операций. То есть это вот те три самых вещи, которые в многопоточных средах имеют слабые гарантии. Вот так маленькое отступление про то, что вот эта модель памяти Java, она немножко странная, да? Как вы уже, наверное, поняли. То есть почему она такая, почему нет просто этих гарантий и все. На самом деле она считается очень успешной, и она действительно хороша. Я потом объясню, почему. И, собственно, например, в языке C++ модель памяти появилась совсем недавно. То есть модель памяти — это штука, которая может быть у любого, в принципе, языка. Но во многих его не было. Например, в C++ его не было до 2011 года. И там, собственно, теперь используют модель памяти, которая во многом взята с Java. Ну, есть просто языки, которые не хотят возиться с многопоточностью. Например, Python, да, Python. Что такое GIL, кто знает? GIL. Что такое GIL? Ну да, у них система с потоками такая простая, что GIL означает Global Interpreter Log, что, в принципе, значит, что у них там нет многопоточности-то, да? Ну, почти нет. Ты не можешь там создать потоки, он не может работать параллельно и читать твои данные, пока там другой поток пишет эти данные. Только если какой-нибудь вот вывод работает. В общем, нет там никакой многопоточности, короче говоря. То же самое во многих других языках. Такие действия, они просто очень выполняются. Ну да, вот. А в Java это все по-настоящему параллельно. И если ты в это вложишь много усилий, то ты можешь сделать действительно очень мощную параллельную систему. Java в этом смысле очень хороший язык. А почему ты с тех пор? Ну, то есть, сколько хороших там есть? Такой вопрос. Ну, я, конечно, не буду говорить про многоточности и пультуру, потому что я не очень хорошо знаю. Но мои знания примерно такие, что, значит, с тех пор, как там ввели модель памяти, там тоже можно, как бы опираясь на спецификацию языка, просто как бы в правильных местах использовать правильные конструкции, в общем, говорить. И ты будешь писать правильную многопоточную программу, корректно. Ну, до тех пор ты тоже это мог делать, просто тебе нужно было читать не спецификацию языка, а спецификацию процессора, под который ты это пишешь. То есть, понятно, что... То есть, ладно, если подумать, от чего зависит поведение многопоточной программы, оно зависит, ну, во-первых, от спецификации языка. Если в спецификации языка ничего не указано, то от более низкого уровня вещей, типа поведения процессора. То есть, ваш же код транслируется в какие-то процессорные инструкции, и относительно них есть какие-то гарантии. То есть, когда ты писал код на C++, если ты не использовал высокого уровня библиотеки, то ты должен был думать вот такими терминами, низкоуровнями. То есть, поэтому, в принципе, модель памяти C++ это довольно большое достижение для этого языка. Собственно, вопрос возникает, наверное, почему нет всех этих гарантий, да, многопоточной среде? Почему, если вы пишете в переменную, другой поток не видит, что вы в нее записали? Это же странно. На самом деле, можно было бы сделать так, чтобы как бы все перемены были volatile, да, например. Но ответ для того, чтобы программы были производительными. Если вы сделаете все переменные volatile, то ваша программа внезапно будет очень низкопроизводительной. Ну и эта самая модель памяти, у нее там есть какой-то набор правил, которые вам нужно соблюдать. Собственно, это такое балансирование между сложностью этой самой модели и производительностью рантайма и вот. То есть такой трейд-офф. Ладно, мы на этой лекции и на следующей поговорим про основные такие высокоуровневые конструкции, которые нужно использовать, чтобы писать многопоточную программу правильно. Ну, на самом деле, там довольно много чего можно поизучать. И, во-первых, есть вот эта самая глава 17, но с нее начинать не стоит. А есть просто люди, которые интерпретируют хорошо эту главу 17 и объясняют все на пальцах. Вот тот же самый Шепелев, короче говоря. У него на сайте просто много полезных материалов. Почитайте. Так, ну, собственно, в GMM определенные самые гарантии. Ну и да, тут про тот самый трейд-офф. Значит, гарантии относительно чего? Относительно трех вещей обычно говорят. Относительно атомарности, видимости действий и порядка выполнения операций. Ну, первое. Про атомарность, думаю, что более-менее понятно. Некоторые операции не атомарны, да? Вот пример. И плюс-плюс — это не атомарная операция. Почему? А, потому что она увеличивает и возвращается. Ну, а потом возвращается. Да, ну, на самом деле, когда мы говорим про модель памяти, нужно говорить в терминах, то, что там называется action, но запись и чтение переменных. То есть нам сейчас нужно думать только про запись и чтение переменных в программе. Вот, больше не про что. И вот эта операция содержит, вот, и плюс-плюс, я говорю про и плюс-плюс, она содержит две таких операции. Первая запись, вторая — чтение. И выполняются они не атомарно. Не атомарно. Почему это плохо в многопоточной среде? Кто может объяснить? Пока мы читаем, как можно записать, мы прочитаем и не только хотели. Да. То есть может возникнуть race condition, короче говоря. Пока вы изменяли переменную, между изменениями переменной, вернее, ты там сначала прочитал, потом записал, но между этими моментами другой поток может встать и записать туда еще раз. И твое чтение, которое ты в своем потоке сделал, оно будет потеряно, и ты туда запишешь неправильный результат. Это будет race condition, короче говоря. Нет никаких приоритетов между чтением и запись. Нет никаких приоритетов. Модель памяти никаких приоритетов не описывает. Вот что я могу сказать. То есть, получается, могут быть два потока. Один будет пытаться читать, а второй будет писать, то кто-то могут, кто или нет. Ну, если ты не написал слово volatile, если ты не использовал никакие там специальные конструкции, то нет никаких гарантий. Но мы сейчас не про гарантии. Ты сейчас немножко по другой вопрос спросил. Я говорил про более простую ситуацию. Про то, что некоторые операции не атомарны. Про тот пример, почему там, когда мы поставили на полус, ну, во втором потоке, почему оно потом, даже если он его учит. Это будет на следующем слайде. Сейчас другая ситуация. Так, ну, ладно. Например, вот этого всего в нашем примере с биллингом на следующий раз посмотрим. Пока так. Просто, в общем, объясню, почему такое может возникать. Про атомарность понятно, да? Ну, еще такой довольно популярный паттерн, который, очевидно, не атомарен. Это вот, когда ты сначала что-то проверяешь, а потом что-то делаешь. Вот, например, я хочу положить какой-нибудь ключ, какую-нибудь карту. Ну, ладно, вернемся к нашему примеру. У нас здесь есть такое как раз. Биллинг. Биллинг сервер. Нет, биллинг ресурс. Вот. Ну, вернее, не совсем так, но здесь обратная ситуация. Она, в принципе, про то же самое. То есть мы сначала делаем какую-то проверку, например, что у нас там такой пользователь есть. Если его нету, то мы не шлем деньги. Ну, эта операция не атомарная, и пока мы это проверяли, он уже мог появиться, в принципе. Вот, конкретно, в этом случае это было довольно безобидно, но в обратно было бы опасно, да? Если мы проверили, что пользователь есть, потом его удалили, и мы пытаемся несуществующему пользователю что-то послать. Вот это была бы опасная ситуация, правильно? Вот. Так, следующий пример. То про то, что ты спрашивал. Тот же самый пример. Тут есть несколько объяснений, почему такое происходит. То есть, во-первых, еще раз, модель памяти, она придумана такая, чтобы программы были производительными. Значит, есть просто набор способов, которыми Runtime делает программы производительными. Во-первых, он использует возможности кэшей в процессоре. Во-первых, такой факт, да, у процессоров есть кэши, понятно, да? Там, знаете, есть L1, L2, L3, там L1 маленький, L2 побольше, L3 там, например, шарится между ядрами процессора. В связи с тем, что они есть, они очень сильно ускоряют работу программы. Соответственно, если мы подумаем, вот работает вот эта наша программа из Volatile Example. Тут есть два потока, и каждый из них в хорошем случае работает на своем процессоре, правильно? И когда какой-то поток пишет что-то в переменную, вот здесь вот он пишет в переменную, да, он пишет на самом деле, скорее всего, в кэш. Что это значит, что если мы из другого процессора это будем переменную читать, и кэш не будет сброшен, то мы прочитаем другое значение, правильно? То есть, получается, вот этот поток работал, писал в какой-то кэш какого-то процессора. А этот работает на своем процессоре, я этого не видел. Это одно из объяснений. Самое понятное. Если мы в одной программе написали одну переменную, она вообще может не одной переменную? Ну да, все верно. Нет гарантии, потому что не то чтобы ни одна переменная, но просто у тебя нет гарантии, что ты в нее записал, а другой поток прочитает после этого. А если я напишу Volatile, то будет гарантия. Ну так, практически это будет значить, что когда ты пишешь, вернее, когда ты читаешь из переменной, которая Volatile, то кэши сбрасываются, ну кэшлайн сбросится в таком духе. Вот. То есть, а теперь если подумаем, вот все у нас переменные Volatile. Это получается, что каждая запись и каждое чтение, ведь каждое чтение должно сбрасывать кэш, правильно? Ну то есть кэши не будут работать. Именно поэтому модель памяти такая. Представьте себе, если ваша программа будет работать вообще без кэши и процессора. Ну это будет в тысячу раз медленнее, может больше. Знаете, есть такая популярная картинка типа скорость доступа к разным уровням памяти. Там кэшл1, там, не знаю, 9 наносекунд, что-то такое. А доступ к общей памяти, ну там, не знаю, сотни, не знаю, может быть, микросекунда, что-то типа того. То есть это в тысячу раз медленнее. Вот поэтому по умолчанию переменная не Volatile. Ну и третья вещь. Это то, что вы, наверное, знаете, но программы, которые вы пишете, они не прямо так исполняются на процессоре. Вот вы Java программу написали, вот она не будет транслирована в такие же инструкции. Она будет усовершенствована несколько раз причем. Во-первых, компилятор ее сделает более оптимальным каким-то образом. Во-вторых, как вы знаете, у нас есть... Ну, во-вторых, рантайм ее усовершенствует, возможно. В-третьих, у нас есть JIT, то есть еще один компилятор, который тоже может ее сделать быстрее. Например, скомпилировать ее под инструкции для конкретного процессора, если он имеет информацию об этом процессоре. Что значит, что он ее оптимизирует? Ну, во-первых, он может переставить инструкции местами, как самый простой пример. Вот, как вы думаете, зачем это может быть нужно? Зачем представить инструкции местами? Как это может ускорить вообще? Ну, сначала чтение, потом... Ну, да, это обычно связано с какими-нибудь чтениями и записями. В смысле, что... Понятно, что самый большой перформанс-буст мы получим, если мы ускорим какие-нибудь ИО-операции или операции доступа к памяти как-нибудь. То есть, например, всегда... Очевидно, что всегда быстрее читать большими блоками. И, например, если у нас есть какой-нибудь, не знаю, программа, в которой читается по байту из файла. По байту читается из файла. Наша программа, скорее всего, это оптимизирует и прочитает сразу весь файл в память или что-нибудь типа того. Как минимум, кусок файла. И потом не будет его читать по байтикам. То есть, если вы посмотрите на тот код, который вообще на самом деле исполняется, он вообще не такой, как вы его написали. И это нормально, если вы пишете однопоточную программу, потому что от вас однопоточная среда это все скрывает. Вы там не увидите такого, что вы попросили прочитать байт, а он вам прочитал, не знаю, сразу 100 байт. Вы это не увидите в одной точной программе, потому что это гарантируется для одной точной программы. Многопоточной это тоже гарантируется для одного потока, для самого потока. Например, я какой-то поток, да? Я исполняю какие-то инструкции. И понятно, что вот я, сам поток, и увижу, собственно, все то, что я просил. Я прочитал все, что нужно в нужные моменты времени и записал, что нужно в нужный момент времени. Но если на это смотрит другой поток, то он может увидеть совсем другую картину. Он видит правду, короче говоря. Собственно, у всего этого примерно такие же последствия, как и у проблем с визибилити. Вы могли записать в переменную. Ну, такая может быть ситуация. У вас есть какие-нибудь две инструкции. Первая инструкция что-то пишет в переменную, вторая инструкция в другом потоке проверяет, что если вот, вернее, сначала пишут что-то в одну переменную, а потом в другую переменную, вот так вот. А другой поток смотрит, что если во вторую переменную что-то записано, то и в первую что-то записано. Логично? Но на самом деле нет никакой гарантии. Потому что компилятор или там runtime мог переставить эти инструкции местами вообще легко. Вот опять же, если вы не сделаете какие-то дополнительные действия, то этих гарантий не будет. Если вы сделаете, то будет. Ладно, что с этим делать? У нас будет про это следующая лекция. Но самый такой базовый совет – это используйте потокобезопасные коллекции. Ну, потому что это самый частый кейс. Сейчас перейду обратно к нашей картинке, самой страшной. Вот смотрите, input queue – это у нас shared mutable state, правильно? У него пишут и читают несколько потоков. Если вы сделаете это array-listом, то вы будете ловить себе вот эти вот проблемы, про которые я сейчас сказал. Вы что-то записали, а потом это не прочиталось. Или вы записали, а это прочиталось, но состояние вот игры, которую вы туда засунули, или там, не знаю, какой-то любой объект, который засунули, неправильно. А если вы сделаете вот это input queue concurrent linked queue, то все будет нормально. Значит, более конкретно будет все на следующей лекции. Маленькая summary. Нет, на самом деле большой summary. То есть есть такая вещь, как модель памяти Java. она говорит, какие гарантии есть относительно visibility, ordering и atomicity разных действий. А каких нет. Если вы пишете многопоточную программу, вам приходится об этом думать. Проще всего использовать многопоточные коллекции. Ну и самый вообще главный такой совет. Если не нужна многопоточность, то не нужно ее делать. Потому что это просто даст вам много более головной. Вот у нас сервер игровой, это многопоточное приложение, ну просто по природе. И при этом мы все равно хотим избавиться от многопоточности, когда говорим, что у нас будет только один геомеханический поток на игру. У нас как бы игровая механика не будет многопоточной. Именно по этой причине что-то слишком сложно. Вот поэтому не нарушайте этот принцип. Создайте один игровой поток на одну игровую сессию и работайте только из него. Ну все. Чисто теоретически можно было бы создать вообще один суперпоток, который обрабатывал бы каждую игру последовательно. То есть, предположим, поработал бы первую игру, отправил всем, обработал вторую игру, отправил всем, обработал третью игру, отправил всем. Вот так вот играет цикл. Ну это уж слишком. То есть, как бы, смотри. Тут надо просто немножко подумать и понять, на каком уровне остановиться. Вот понятно же, что наши разные игры не общаются друг с другом. Они вообще никак не связаны. Поэтому у нас там не будет никакого многопоточного общения, не будет никакого шарит мьютабл стейта между этими потоками. Поэтому это и не нужно. Но вот в одной игре разные потоки, очевидно, будут общаться. Вернее, разные игроки общаются через одну игру. Поэтому нам приходится об этом думать. Ну, кстати, вот у нас с вами какая модель взаимодействия с игроками? У нас на каждого игрока создается один поток, да? Вы, наверное, понимаете, что если у вас какая-нибудь очень большая игра, там, не знаю, тысячи игроков, да, то будет очень много подключений. И просто очень много потоков. И если у вас, например, тысячи игроков, то получается, что на вашей, не знаю, стоядерной системе вам нужно будет очень часто переключать контекст, да? Понятно, что это очень плохо для производительности. И на самом деле не хочется делать очень много потоков. для общения с игроками. Было бы здорово, если у нас был какой-нибудь один поток, который вот так вот переключается между игроками и обрабатывает их. Как минимум, ввод обрабатывает таким образом. И, собственно, насколько я понимаю, во многих крупных играх именно так и сделано. Например, в Skyforge так и был сделан. Skyforge – это та, в которой я, короче, работал. Если сказать более формально, то для этого используется как это сказать, корутины. Да, все правильно я сказал. То есть вводится некий такой новый уровень абстракции многопоточностью. Тоже в следующий раз мы про это поговорим. Это связано с синхронным программированием? Ну, все это связано с синхронным программированием. Когда мы говорим о синхронном, мы что имеем в виду? Ну, короче, да. Все, связано. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok